Привет! Два года назад MSI неожиданно вышла на рынок игровых мониторов и сделала на удивление крутые модели, которые по функционалу и удобству переплюнули тех, кто на этом рынке уже с десяток лет. Эксперимент, судя по всему, признали удачным и линейка мониторов у компании активно растет, и сегодня у нас на тестах огромный дисплей Optics Mag 321 CURV. В основе у него VA-матрица, разрешение 4К, частота 60 Гц и есть поддержка HDR, правда такая весьма условная. Посмотрим, что получилось. Поставляется монитор хорошо. Помимо питания есть кабели HDMI, дисплей порта USB 3.0, который обслуживает как встроенный хаб, так и отвечает за управление монитором. Сделана панель стандартная, то есть корпус из чуть шершевого пластика, собран он нормально и лишь чуть-чуть поскрипывает у основания панели. Рамки под экраном матовые, логотип не бликует, фальш рамки всего 2 миллиметра, при включении добавляется еще 6. Естественно, есть подсветка, это Mystic Light, которую можно как настроить, так и синхронизировать с другими устройствами MSI, ну-ка, например, с их компьютером Trident A. Опора на стол металлическая на трех точках, места много не занимает, держит хорошо, но от стены монитор все равно отстоит почти на 19 сантиметров. Нога, на которой крепится дисплей, прикрыта пластиковым текстурированным кожухом и позволяет настроить как высоту, так и угол наклона, а вот по вертикальной оси поворота нет, то есть нужно двигать всю конструкцию. Удобно, что при желании можно отцепить и повесить панель на стену через весокрепление. Тут, правда, единственный момент, входы расположены параллельно столу, это очень удобно в стандартном варианте, когда монитор опирается на родную стойку, но вряд ли понравится тем, кто будет вешать его на стену. По выходам DVI нет, зато на месте 2 HDMI и DisplayPort, плюс есть выход на наушники, но он такой, чисто офисный вариант. И, что может быть очень удобно, здесь распаян USB Type-C, к которому можно подключить ноутбук и по одному проводу, и картинку выводить, и батарейку лэптопа заряжать. Дальше поехали. Все управление завязано на джойстик, спрятанный на оборотной стороне. Если нажать на него, открывается меню, а движения в стороны по умолчанию отвечают за быстрый доступ к переключению источников, профилей, установку будильника и вывод на экран неподвижного прицела. Последний, правда, ставится четко по центру матрицы и настроить его под конкретную игру нельзя. По основному меню сделано оно логично, то есть все настройки ровно там, где ты их ожидаешь увидеть. При этом MSI разделила между собой рабочие и игровые профили и четко разбила по направлению все дополнительные настройки. Для режима гейминг доступны Night Vision, который высветляет темные участки, и разгон матрицы, понижающий отвлек. В Pro режиме полезная штука это Image Enchantment. Грубо говоря, если у вас компьютер не тянет тоже Battlefield 5 в 60 fps в 4k, его можно скинуть до QHD, включать улучшайзер и картинка получится более-менее четко. Это же, кстати, работает и с консолями, если у вас там PlayStation не Pro версии. Кстати, по поводу консоли, монитор поддерживает режим картинка в картинке с разных источников. Периодически это очень удобно. То есть, допустим, можно вот ковыряться в PlayStation Store и в этот же момент смотреть там YouTube с компьютера. Впрочем, наверное, главная фишка MSI — это управление из-под Windows. Фирменный софт, в отличие от конкурентов, позволяет настроить любой параметр, включая даже цветовую температуру, яркость и контрастность. Как правило, такие вещи через утилиты недоступны. И еще один плюс софта — он поддерживает привязку профилей к программам. То есть, можно сделать так, что запускаешь игру, у тебя автоматически включаются одни настройки. Запускаешь Premiere — другие. И это реально то, чего не хватает очень многим мониторам. Потому что, как правило, ты на все эти переключения профилей в какой-то момент забиваешь. Собственно, по настройкам это все. Давайте теперь про матрицу. Это VA, как понимаете, Samsung. Матрица гнутая с радиусом 1500R. Сразу скажу, изгиб не самый сильный и к нему практически не надо привыкать. Да, конечно же, из-за него плывет световая температура. Зато работать с 32 дюймами гораздо удобнее, чем на плоской панели. Собственно, с такой диагональю отличие сочетается и разрешение. И могу сказать, что, наверное, именно с такого размера 4К становится комфортным. То есть, значки большие и занимают ровно столько места, сколько нужно. Хотя тут, конечно, чистая вкусовщина. Может, вам и на 27 дюймов нормально с 4К. По углам обзора. У матрицы, в принципе, все нормально. Да, изображение немного меняется при сдвиге влево-вправо, но не критично. По уровню изображения, как и все VA, матрица безумно контрастная. И это отлично сочетается с играми и фильмами, но надо иметь в виду, что с оттенками черного есть некоторые проблемы. По калибровке завода ее нет, но после настройки отклонения по цветам укладываются в 0,22, чего, в принципе, хватает на любые задачи. Замечу, что номинально монитор поддерживает HDR, но зональной подсветки нет, да и максимальная яркость матрицы всего 320 кандел на квадратный метр. То есть, для настоящего HDR этого мало, но чтобы, скажем так, ознакомиться с технологией, хватит. Итог по этому монитору простой. Вообще, если цена будет устраивать, брать эту модель можно без вопросов. Единственное, к чему можно придраться при очень большом желании, это скрип пластик. Но, опять же, да, монитор это не та железка, которую постоянно трогаешь или переносишь. В остальном, хороший выбор для игр, фильмов и даже работает. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok